В городе Сочи состоялась научно-практическая конференция Федерального дорожного агентства Росавтодор. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» – это путь к созданию комфортной среды, успехи, вызовы, перспективы. Участие в мероприятии приняли представители Росавтодора, ГИБДД и региональных проектных офисов. Главной темой обсуждения стала роль нацпроектов формирования опорной сети дорог страны. Она формирует каркас транспортной системы России. В нее включены все федеральные и некоторые региональные трассы. Объем финансирования, предусмотренный в федеральном бюджете на реализацию мероприятия проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в этом году составляет более 107 миллиардов рублей. Работы ведутся на 6 350 объектах, из которых 6 025 вводятся в эксплуатацию уже в этом году. За два года реализации национального проекта сделаны большие объемы работы. Они настроены в основном на приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог. За два года удалось 32 тысячи километров автомобильных дорог в регионах привести в нормативное состояние. За этот год еще планируем 16,5 тысяч привести в нормативное состояние. И общая площадь покрытия составит порядка 400 миллионов квадратных метров. Это соизмеримо с площадью 56 тысяч футбольных полей. В ходе работ на объектах нацпроекта применялись новые материалы и технологии. Вравнивающий слой дорожной одежды состоит из асфальтобетона А16НН, верхний слой – из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такой состав уже зарекомендовал себя и на зауральских дорогах. Он обеспечивает конструкции покрытия, высокую водонепроницаемость, сдвигу устойчивость, а также повышенную шероховатость. Всего в Зауралье в этом году по нацпроекту улучшается транспортное сообщение в 15 муниципальных образованиях. За последние три года на территории Курганской области приведено в нормативное состояние 1157 километров автомобильных дорог. На это затрачены беспрецедентные суммы – более 19,5 миллиардов рублей. Таким образом, в этом году по плану работ достигнуто 38% по региональным дорогам и 55% по дорогам агломераций. До конца 2024 года этот процент увеличится уже до 45 и 85% соответственно. Это и обходы крупных городов, это и связь крупных логистических центров, это и пункты пропуска, это и центры развития экономик в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях. Мы здесь смотрим и стратегию развития транспорта, и стратегию пространственного развития Российской Федерации, исходя из приоритетов, в том числе развития различных видов транспорта, будь то железнодорожный, авиационный, морской, речной и так далее и тому подобное. То есть совокупность всех этих факторов, то есть стратегия пространственного развития Российской Федерации – это, скажем так, базовый принцип формирования опорной сети, востребованность для перевозчика. Директор Департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Соблукова, обращаясь к работникам дорожного хозяйства в канун их профессионального праздника, отметила большой вклад дорожников в развитие экономики региона и повышение комфорта жизни населения. Я хочу поздравить всех, кто связан с дорожным хозяйством, всех, кто проектирует, всех, кто строит, всех, кто ремонтирует, всех, кто обслуживает дороги, мосты, потепроводы. Сегодня от вас зависит не только экономика региона, не только качество и безопасность, но и жизнь наших людей, которую вы делаете с каждым днем безопаснее, качественнее и комфортнее. Большое вам спасибо! Здоровья, счастья, успехов и, самое главное, реализация новых проектов.